здорово всем сегодня мы так с вами побегом по киберпанку и поделаем сайды я говорится отметил свой день рождения немножко отдохнул поделал дела и вернуться к вам да конечно бы было время что я тоже приходил бегал и делал заказы фиксеров ну скажу вам честно что я большинство заказов уже сделал осталось там пустоши может быть и пасифика но скажу я опнулся не херово короче и теперь можно делать какие-то сайт-квесты этим тут последнее сделал последний раз задание речи у меня есть я опнул свой дробовик ну конечно вылежу идет по идиотски но он что некоторые дают мне неплохие статы ну тут и тут ничего не дает и стали во всякий случай взял теперь критик будет тоже не вкачанный нашу вкачан это монарх на максимум и он неплохо так разгоняет тоже есть шоссе так да ну и предлагаю нам идти дальше нет я хочу конечно покинуть а лучше не покинули да давайте покинем типа мы размотали принц не с этими камерами короче скажу вам честно даже если я на максимум на максимум прокаченный этот дробовик там можешь мать его короче это не дает поводу что ты без наказана можешь куда-то врываться и может уже рыбать конкретно от такого уровня сложности на среде очки тут туда просто был угнил всех просто на ваншоте что у нас есть еще все забрал или не забомбил короче всякие турели тут были о валим от себя тут конечно я тоже получал из дюленьки нормально вот это короче тачку type 66 640 гтс это фиксер короче дополнение всех заданий в центре дает все тут еще не из-за тачки не покупал и и 100 мне вот такую тачку подогнали до посмертием и пока нам еще рановато мы не хотим немножко заниматься сюжеткой мы сегодня будем заниматься постепенными заданиями давайте короче как пойдем отсюда убиваем иверт психов и потихонечку дойдем сюда на перекутина ну и пойдем короче дальше то есть но с вами хотя до таким ура я не хочу ничего не иметь дело честно что-то не хочется я когда когда игра вышла я проходил через него и я я думаю короче можно будет потом концовку выбрать это получается сюжетный этим короче если выберешь 1 то все другие закроются я через такому ру ходил и по сути такой себе короче там концовочками не очень зашла то есть мы смирились короче у нас как потом джонни 7 север хенда короче записали на диск но не не хочу не хочу не буду мы с вами пойдем вот сюда пока прокатимся я хочу короче начать с таким размахом вот эти желтые значки делать немножко конечно еще правил фильтра на микрофон я не знаю может лучше может уже если там вам будет сильно мешать то скажите там я поправлю в предыдущий раз будет намного лучше будет исправлять естественно народ если вам что-то не нравится вы смотрите можно было добавить или забрать пишите если есть предложение пожалуйста я готов сотрудничать в плане улучшения стрима качество я стараюсь как можно больше говорить но это зависит от можно сказать о состоянии мне тяжело мне сам с собой разговаривать когда есть уставшая но стримишь короче и потом короче разговаривать не хочется в основном так слушаешь ну в плане таком тут помогать такие игры как например тут же балдурус гейт что ты читаешь всякие эти диалоги озвучиваешь он там попозже будет тут естественно все уже переведено полностью русская озвучка и ты просто и ничего комментируешь что выкручивать не надо короче я себе все таки поставил эти войны прыжок так как я попробовал ускорение через силу там прыжок с зажимом кнопки короче усиленный прыжок там борода конкретная действительно то есть если тебе надо куда-то забраться там не помогает нифига то есть верно да сейчас прыгнуть ты зажимаешь крестик ждешь а потом только чем дольше держишь тем сильнее он прыгает борода это же самое разгон ты короче пуке и бегаешь и там просто какое-то время у тебя получается ускорение это бега бега то есть бегаешь себя но в итоге ты короче ну никуда не можешь залезть где у меня открылась мы сейчас он как раз покажу короче немножко раз двигаться я теперь как терминатор как шварц хожу на ствус с волкой короче мне нужна твоя одежда мотоцикл его короче чего они на меня напали вообще вообще кереме поехали нормально это чело я знаю например где можно достать бесплатно точить такую офигенную короче но мне туда пока лететь ехать если будем там рядом проезжать то это оружие монар классная штука то что типа ты попадая короче в тело противнику то ты ускоряешься то есть скорость бега то есть и потом короче нормально типа мобильнее становишься вот очень такая важная штука то есть подборить кого-то даже если ты кого-то просто заденешь например удали сиди где-то паскуда он одна дробинка до него долетит короче и есть шанс что он подоропад подожжет его кто это уже будет короче красота если я не ошибаюсь это стал снисия короче безумие без насилия так скажу покоимся да шлем конечно такой уродский но ничего мы с нами потом приоденемся если повезет рука она не моя это металл что с твоими имплантами они как бы не доделаны без разницы доделаны они или нет бхикшу никогда не модифицируют свое тело это противоречит обетам против мокши и они они знали об этом а теперь мне нет пути назад то есть импланты тебе поставили насильно не только мне еще и моему брату нас усыпили и отняли у меня тело и они насмехались надо мной как можно так поступить живым человеком а потом насмехаться а где тот другой монах он у них да меня изувечили первым а потом они стали думать что сделать с ним может ты сумеешь найти с ними общий язык умоляю убеди их отпустить моего брата может еще не поздно я не хочу чтобы его постигла такая участь как меня ладно помогу только предупреждаю сразу без драки не обойдется мальстрем не любит шутить должен быть другой путь помоги нам пожалуйста только умоляю не проливай крови посмотрим как пойдет но так или иначе брата твоего я вытащу не знаю как тебя благодарить ищи склад к северу отсюда там держит моего брата он у дороги что идет вдоль пристани монах в беде как поэтично ты совершишь подвиг достойный эпоса но как примешь позу лотоса и замедитируешь их насмерть слушай заткнись а ладно погнали короче спасать монаха и скорее всего без кровопролития попробуем что всегда короче когда проходила комиссию то вас на всех у меня саду балл действительно внизов какой-то но а а а а а а а а а и а а а хер уже я думал у меня ты кулакин нож а пофер короче а стоим один да эти так вот я так сейчас за у меня типа вообще без ладно пара меньше есть стоим бляха вот и куда ушел не получилось короче формы все разбирают не получилось как-то договориться с ними я не хочу не бойся никто тебя не трогал я не с ними тогда что ты тут делаешь что случилось но я мимо проходил услышал тупые шутки про металлических монахов а мальстрем так просто не шутит на самом деле меня прислал твой брат он не хотел чтобы с тобой случилось то же что и с ним благодарю тебя за спасение но моя жизнь не стоила чужой смерть один добрый поступок не оправдывает посеянной тобой жестокости вот истинное зло брат твой мне больше понравился она твой брат ждет тебя он тут рядом на площади сейчас я дух переведу и пойду к нему вот неблагодарная скотина может надо было извиниться привет мой номер дал эль капитан спасибо за помощь с машиной хотел сказать что еще не скоро вернусь в нс у нас эти у меня там осталось классная тачка не хочу чтобы она ржавела в одиночестве так что можешь ее забрать гоняй сколько душе угодно она сейчас вон тут у координаты скинул глянь на карте это рядом с шедо путями на раньше машина в гараже городовой станции удачи спасение его не запятнанной жопы бесят меня святоши которые делят людей на хороших и плохих отдавать еще хорошими и плохими могут быть только поступки вот твой поступок был хороший и видишь сколько крутого железа само пришло тебе в руки мне нравится ход твоих мыслей еще что-то должно быть ну тут типа есть у меня там что-то ничего ничего так разобрались из киберпсихоза аналика а то наш . кстати фенри тоже офигенный короче стоит пулемет решит у нас да если пулемет офигенный короче у него есть а поражение тока вроде фенри раньше под этот подпаливал и неплохо это короче домочки это крутая штука это против своих этих какого напичканных эпох это даже открытая атака 10 уменьшение урона не работа желтый титул на него и тонкий по самому таки мощнее а а а и и и и и и и и Я думал, все, у меня вафля. Поэтому начал, короче, выпрыгнуть. Ладно. Я думал, все, короче, я сейчас пився, вольнусь. Давайте заходите сразу. И вы местечко. Ага. Да, уже есть. Здоровые камни не то. Ни хренаж. Все в порядке? Левит спрятала десятый круг от глаз наших прародителей. Это что за херня? Надо бы осмотреться. Очень. Вон там. Реально говно какое-то. Ты смотри. Не говори, что нападаешь. Подохоньник! Убить его! Подожди. Думаешь? Думаешь? Охот не убили меня. Да, давайте еще подлутаем. Тысячь баков. Ну, охерня. Ладно, давайте. Чипы подламывали. Боже, без всякого. А вот зашифрованные. Так, давайте сначала начнем с этого. А вот этот второй зашифрованный, это у меня, короче... Помните, мы с Джеки Сару Дорсет спасали, короче. Она потом мне позвонила, сказала, что, типа... Ей нужен чип, который был у нее, но у нее стырили, короче. Мне надо было его достать. Вот он у меня есть, но... Он зашифрован. Сейчас мы... Их два, короче, расшифруем. И посмотрим, что будет дальше. Б-55, Б-Д-55, один из-за. Изи. Отправляем. Походу же, ритуал пошел не по плану. Везде кишки и кровь. Наверное, мальстремовцы входили в киберпространство и перегружали себе мозг так, чтобы оказаться на границе жизни и смерти. Только тетку, которую подключили, переклинило, и она набросилась на свои же. Мне казалось, женщина более устойчива к киберпсихозу. По крайней мере, она жива. Так, все верно. Киберпсихоз у женщин встречается реже, чем тем важнее выяснить, что с ней случилось. Я-то думала, меня уже ничем не удивишь. Кто же она такое услышала там, в этих проводах, что пошла резать людей направо и налево? Надо разобраться в этой истории. А пока выдаю тебе заслуженную награду с бонусом. Это передал застройщик, которого мальстрем выкинул с площадки. Спасибо за помощь. Похоже, это у них такой способ связаться по ту сторону. Всего-то и надо, чтобы залезть в ванну со льдом и кровью невинных. Удивительно все-таки банда мальстрем. Каждый раз узнаю о ней что-то отвратительное. Баню отсюда нахрен. Продвигаемся, короче, к этому. Психопату. Че? Че там говорила? Ничего. Собираем все. Все, что бежит. Ой, блядь. Полиция? Че, кого-то там убил еще, кроме... Ой, давайте, короче. О, тут еще что-то есть. Там что-то есть. О! Да и смотри, сколько тут все попрятано. В основном, короче, чем выше у тебя уровень там, то тем чаще попадаются легендарные шматье. Ну, все, типа. Опа, там тоже что есть. Вижу. Этих отскоков, капец. Ты не хай. Хорошее место я нашел. Экстоять. Нашел. Я, короче, по своей тупости, пультовый этот пистолет разобрал. Э. Тут же же должно было быть. Подожди. А. Окей. Ладно. association. Вальки цена. Сейчас. Скоро. Субтитры делал DimaTorzok Ви, у меня появилась наводка, что в Нордсайде идут какие-то разборки, и Мальстрём в них явно не выигрывает. Приезжай, глянь, что там такое. Ага. Выходим. Теперь можно забрать. Добавимся. У меня, короче, если оптика, ну, короче, по киберплантам у меня тут, я просто, как видите, взялся я, короче, Тероси Оракул. В основном все клепаю в скорость перезарядки. Для того, чтобы, ну, у меня так, один выстрел, перезарядка, один выстрел, перезарядка, если будет, тем быстрее будет перезаряжаться, тем быстрее идти по Убду. Ну, ты подумай. А, да, понял. Оно тот, Аскуда. А, да, вот он, киберси. Более! Ох ты, паскуда, ты слышишь? Не обоится. Ну, ладно. Иди. Иди, иди, я сейчас тебя догоню. Ты смотри, какой борзый, а. А, не, есть, ох, видите. Так что, сразу же не побежал. Оно ловит, ого. Там бегает. Бегай себе, бегай. Пусть я достану, паскуда. Забочий. Увернулся, смотри. Вот так вот, бляха. Тервинаторно. Еще. А, дб игла. Пуля с дробовиком. У меня дробовик получше. Почитаем, что у нас на чипе. А, бля, я забыл тут. Ладно. Да, киберпсихопат. Почитали мы с вами. Ебать, я, короче. Раньше, когда первый раз начинал играть, то есть типа, я убил его. И потом бегал вокруг, короче. Психопаты, короче, бегал. А что мне надо было делать? Что делать? Минут сорок думал. А потом, оказалось, надо просто было прочитать. А потом... Отправите смсочку. Парень был из Валентина, не из Мальстрёма. Видимо, что-то сильно... Эээ... Чем-то сильно разорил этих уродов, раз они напихали в него столько имплантов. И дождались, пока он слетит с катушек. Любой бы слетел, тело просто не может так быстро приспособиться к стольким изменениям. Хорошо, что он еще как-то себя контролировал. У меня получилось его обеззрение. Кхм-кхм. Йот. Короче, мальчику даже не надо было излить. Какое-то время назад Мальстрёмовцы пытались набрать людей, чтобы протестировать новый имплант. Само собой, желающих не нашлось. Поэтому эти твари начали просто-напросто схватать всех, кто проходил мимо. Валентина довольно долго искали этого парня. Даже наняли Netrunner, который заполнил пол сети уловителями данных. Чтобы хоть что-то в нем выяснить. Хоть что-то о нем выяснить. Видимо, он в какой-то момент вырвался и пытался сбежать от Мальстрёма. Говорится, что по сей что и пожнешь. Не рада, что тебе не пришлось его убивать. Он совсем еще молодой. Может, если найти ему хорошего врача, он научится жить со всем этим. Вот. Драпаем отсюда. Ухренник у нас. Ну всё, мы идут, короче, с вами все уже обрутали. Сейчас что-то найдем по пути назад. Нет. Если еще вот так вот, короче. Ну, это такое. Во время, например, этого. Раскатом и что-то. Я, наверное, все. Финрир качаю. Подожди сейчас. Финрир. А, не хватает? Нет. Не вопрос. Мне мы еще разобрать. Зарято. Культовые оставим. Офигенный пистолет просрал. Может, его потом можно будет купить? Да. Матчета. Матчета. Матчета нам не надо. Ну и... Поцарапанный банан. Ну, ладно. Это чуть побольше будет. Вот эта дрянь. Так, сейчас вот не отсвечиваю. Разберем. Матчета. У нас с вами есть еще пластиковый противогазфильтром. Обычный. Еще дает. Значение при прицеливании. Нафиг прицел не нужен. Ну, выглядит неплохо. Так. Смотрим. Тут у меня броня добавляется. Тут и... И... Ра. Штаны. Горница. Ботинки. У меня милитеховские. Ладно, давайте, короче, сразу. Рычаг關係 на ц Truth. Ребята. Руки. подождем но фенрир конечно можно будет опнуть он максим стоящий кибер следующий пункт назначения у нас это туда туда заскочил потом сюда и пойдем короче на ритм кабуки кулаками помахать у меня получается сила на 20 прокачано прокачано техника на 20 как она выглядит у меня сила прокачано легкие пулеметы я не использую также по дробовику плюс адреналин под адреналин все и техника у нас все от короче селение больше ничего не будем трогать и немножко интерес прокачано тут нет только для того чтобы взламывать точки и собирать там всякие запчасти но не искали жалко шути уже все нельзя сбить на идущих в реакцию чтобы вкачать себе не маневренности чтоб можно было так вот короче чтобы вы можете стрелять во время рывка о твердой рука но то тоже очень голобок ну вот как раз вот этот не вот это линия мне нужно осмотрим а наверно максимальный уровень 50 если не ошибаюсь 9 лавалов смотрим короче посмотрим а у давайте нам язычку чайте и ты чё а баба за мной пойду посмотри короче я мне даже не трогал короче она уже там бордюры цепляет бля ну вот лучше серьезно иди сюда и сюда куда ты бежишь хрень и вообще борзы там с пистолетом на меня блин нету короче раньше старой версии когда только появилась там был скрипт на этот но у типа на уменьшение сопротивления противника просто каждый и кто же играл на максимальной сложности но каждый тип просто ваншотился этот смешер потом кидаешь на него этот короче дальше на него вот этот уменьшение сопротивления электричество и потом просто дробовиком его там тоже ирачу по нему кидаешь у нас счастье еще затем давайте хотя бы раз используем эти таблеточки у нас тут есть эти отскоки нафиг не нужны 10 хп больше и бирдека выносливость соподъемность давайте выносливость тут он сидит а инна минуса а да да векам элисон элис так прочитали тоже прочитались относил с маски что это были бандитские разборки парень был из людей брика хотел отместить ройсу в одиночку можешь себе представить м это закончилось его накачали наркотиками италии в итоге сделали из него бешеного сторожевого пса и его не убивал как ты и просила но честно говоря думаю а мало что осталось психическом смысле я тут раскопала еще кое-что похоже этот парень был единственным кто остался верен брику остальные сразу переметнулись не знаю получится ли ему это помочь зато узнаем больше об истоках киберпсихоза хорошая работа спасибо и тебе спасибо еще на изях это короче этот типа отголоски основных миссий то есть мы с вами когда ходили за этим дроном в прологе джеки но и там вот эти разборки и жопу там были короче разборки там в манесторами поменялся начальник рассказать того вот это короче об этом так куда мы с вами на этой стороне у нас здесь у нас чистая карта останется только развешу карты к таропа собирать но я пока что этим заниматься не был долг сделаем такую музыкальную паузу и я это субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И пойдем, короче, на ринг Кабуки Дробовик это вещь Ой, вот заплылся Повторяю, прав у меня в реальной жизни нету, так что радуйтесь Что я все так ввожу Аааа, я понял ли? Да, возьмем дробовик Меня ранен Хераси Посмотри Вот он Чё, бля? Чё, бля? Так, а это что? У меня, короче, классная штука То есть выстрел после удара прикладом Он, короче, усиливается Там, там, там такой, короче, перк есть, сейчас покажу Не казнь, вот Урон от быстрых рукопашных атак увеличится по мере расходования выносливости А, то есть если выносливости на нуле В 200%, то есть в 200%, то есть на 3 раза считаешь Плюс Чё, есть вот такая штука Урон следующей быстрой рукопашной атаки после попадания из дробовика увеличится на 100% Урон следующего выстрела из дробовика при попадании быстрой рукопашной атаки увеличится на 100% То есть чередуешь, ну, замкнутый круг, рукопашку и выстрел, и у тебя просто, ну, хорошо, урон бешеный У меня есть ещё, то есть компенсация урона Опа Ну, что-то должно быть Я чувствую, где-то тут что Почитай Угу Ну, это лучше Точно больше ничего нету такого полезного Эээ, не вижу Ладно, всё, отправляем Чувак жив Сейчас кину данные по нему Он был наёмником, который работал на корпу В какой-то момент стал ненужен и оказался на улице У него остались боевые импланты Развилась ПТСР Лекарства он принимать перестал Дальше ты знаешь Вроде бы ПТСР это посттравматический синдром Ростовольствие Так, спасибо, что учёл мои пожелания В общем, мой знакомый коп только что скинул инфу У этого чувака в голове хер знает, что творилось Наверное, каждый час успокоительным закидывался Тут башни не сорвало Корпоративные страховки его сняли, деньги кончились, ну и всё Правда не уверена, что приступ вызвали именно импланты Теперь уже не поймёшь Деньги я тебе перевела Спасибо за работу Благодарю Короче, я вот этими заказами фиксеров Себе лям доларов, короче, наклепал И всё это вхерил, короче, в импланты Сколько у меня там? Бабоса Мало Да Наймем точку на карте Кровь Кровь и кость Найти ринг в кабуке Ну чё, погнали Погнали Махать кулаками Погнали 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 Ну, паркуйся, короче, сверху. Ничего нету. А тут, у меня есть. Прочная футболка и синтахло. Вот че разобрать. Давайте посмотрим, что у нас получится. Я пришел драться. Который из вас мой соперник? Я. А, вы один за другим, значит. Так не договаривались, ну что уж. Кто первый? Не-не, ты не врубаешься. Оба этих тела – это один человек. А в смысле, у меня в глазах двоится? Я раньше близнецами был. Как нетрудно догадаться. Самые близкие люди. Но вот захотели стать еще роднее. И установили синхронизаторы нейронных колебаний. И вот, как видишь, теперь я – один человек на два тела. Мои тела делают все вместе. Вообще все. Ну ладно, давай тогда поднимаем ставки. Окей. Ну тогда поднимайте ставки. Согласен. Так будет справедливо. Ну что, можем начинать? Ну давайте приступим. Опа, они лежат. Получил? Дэнзидэ. Изи, изи. Руки гориллы. Я сдаюсь. А ты попросишь пощады как твой братец или хочешь еще? Он не мой брат. Он – это я. Что ж на тебя не дойдет никак? На, твои призовые. Ну, давай. Давай призовые. Не понял. А что, нехило. Ничего. В другой раз получится. Хорош сам с собой болтать. Ребят, не могу не спросить. Вы друг у друга мысли читаете? Нет. Нет. Я один человек. Я один человек. И сознание одно. Иначе меня бы уже от шизы лечили. Офигеть. То есть раньше вас в цирке показывали, а теперь вы до бокса дрослили. Да иди ты. А Рипер-то ваш часом не бухой был? А то рук вроде четыре, но все как будто левые. Заткнись. Хе-хе-хе. Дайк. Тренер. Говорят, ты надрал близнецам. Да, продолжай в том же духе. Ты именно. Идемте искать следующих флаж-педов. Техника, 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 реакция. Качаем реакцию. Техника у нас на Макс. Расход выносливости при уклонении и рывке уменьшается на 20%. Идет. Подожди, ты со своим посмертием. Я тут еще не закончил. О. Ну, чернее, я стреляю херово. Говорит, в месте Виктор. Два товарища. Давайте, это классно, кстати, миссия. Давайте сюда, кисай, скотчу. Ну, тут полиция, как в GTA-шке, короче, заделали так шумно. Нормально, опять. Я мастер вождения. Блин, я в детстве в игре столько игроков переграл в GTA-шку, блин. Vice City, третий, бля. Сандраэс поменьше, конечно, но все равно. Блин, ну. Там с этим, короче, попами там воевал до последнего. Лазил везде. АО створил. В Vice City было, ну, намного прикольнее. Выдаешься, был, короче, удавал. Ай-ёк, валим отсюда. Внимание всем. Нарушение общественного порядка в отцаме. На связи 331. Выезжайте спичер. Ничего, только потому что ты мне нравишься. Делал так. Делал зеленый свет. Преступление, требуется авторизация, ну, чё? А, ладно, полиция, ждем. Короче, делал на светофорах зеленый свет. Делал так, что все дерутся. Делал так, что всем выдать оружие. И это был хаос. Это было прикольно, конечно, в свое время. Да, ты едешь, Палма. Едешь, и все, короче, дерутся. Сбивают друг друга. А, ну, хаос, нормально, нормально. Едем он. Это был прикол. Еще бабки с бабулками были. Мы с вами вернулись, можно сказать, почти домой. Где там? Выпал здесь. Как грубо. Что происходит? В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. Заткнись, Мэндес. С соседями надо поговорить. Могу я вам чем-нибудь помочь? Могу вам помочь? Возможно. Ты и Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш. Слушали вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мэндес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Не вопрос. Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимый. Он бывший коп, в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание – знак согласия. В другой раз зайду. Поговорили? Поговорили. Попробуем хотя бы пострелять, что ли. Привет, Ви. Сохранимся. Сейчас начинать будем. Если надо, в туалет. Давай бегом. Спасибо за заботу. Можем начинать. Ну так давай на площадку. Только тебя и ждем. Сождались уже. Ну и. В смысле, эти люди наверняка ранее рвокно свистнулись бы сами. Не особо просто. Эй. Ну и. Ладно. Не, я все-таки со своим буду. Ну ладно, сколько вас? Всего шестеро? Маловато. Ну ладно, что уж поделать. Правила простые. Видишь, мишень – стреляй. Даже если это мишень соперника, все равно стреляй. Кто больше подстрелит, тот и побеждает. Стреляем по мишеням, а не по соперникам. А, и вот еще что. Только малый калибр. Не выпендривайтесь мне тут со своими пулеметами и бомбострелами. Первый приз – пистолет. Не простой, а классный, охрененный, прямо скажу, пистолет. Ладно. Хорош болтать. Перейдем к делу. Готов? Три, два, эй, чего это у тебя? А ну убирай свою двустволку, я же сказал, только малый калибр. Э-э, я пистолет забыл, в другой куртке. Ушку надо держать в кобуре, в кобуре. Пшел вон отсюда, чтоб я тебя больше не видел. Да че психуешь-то, Чумба? Иду я, иду. Бисер перед свиньями, как-то так. Ладно. Три, два, один. Ты по мишени, не в тянку, а по мишени. Да, бля. Молодец, Руди, давай, давай. Три, осталась половина. Ну давай, собирись ты. Да, бля. Лиза, ты чего это? Очки надеть, забыл? Обожаю запах пороха и раскаленного солнца. Блин, Кирова. Я Кирова стреляю. Видите? Закончили. Без прицела. Первое место Руди, второе Ви. Остальные неудачники, учитесь стрелять. Все свободны. Ладно, пока. Ладно, Уилсон, пока, до скорого. Кирова. Ну, как видите, на 100, 100 этих. Я тупо не вывезу. Я ты там. Отдайся инстинктом. У меня херово. Пистолетный, воин. Давай, девуша. Я поторговать хочу. Ладно, показывай, что у тебя есть. Всегда рад. Короче, только взял и опозорился. А, ни хера такого нету. У того ничего нету. Истока на легендарной школе. А, ну и есть еще гильотина. Рецептик. О, гранаты. Вот это надо. Слупикс. Ну, возьмем. Эту. Три секунды, 132. Нет, ладно, пусть будет та. Ммм. Хватит. Склипаем ее. 504 урона. Отлично. Давайте пойдем подождем. Давайте поговорим, короче, с тем копам депрессии. Повыше, да? Повыше, да? Подождем. 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 Ладно. Нет. Есть. Барри, я ничего не перепутал? Ну, кто там? Это я, Ви. Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Меджутане Сион, а я сказал, что это говно для позеров. Помню. Тебя, козла, забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копы-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно, но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже? Заходи. Прочитали, прочитали. Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. Как вижу, в полиции Найт-Сити все та же жопа, что и была. Один раз типчик из Мальстрема прямо у меня на глазах убил мелкого пацана. Просто чтоб поржать. Я ничего не мог сделать. Подонка защищала корпорация. Прикинь, пиздец. Классика. Потом, конечно, кто-то шефу занес чемодан с баблом. И знаешь что? Во всех отчетах написали, что парень сам себе мозги вышиб. А, прямо у тебя на глазах. У меня тогда внутри сломалось что-то. Понял, что все. Не могу. А потом Эндрю не стало, и все покатилось. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, а вообще дубина. Он думает, что нам копам слабость не прощается. Но убили мальчишку, это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мендес знают далеко не все. И это к лучшему. Ну-то. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, что погиб. Он умер. От старости. Ну, а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить, чтобы весь город знал, что так бывает. Да, смешно. Достаточно урны в Колумбаре. Ну, блин, не знаю, какой у каждого свой предел. Люди умирают, надо жить пока живой. Так что, Эндрю был тебе как дедушка? Выходит, Эндрю был тебе даже не друг, а почти как дед родной? Ну, не знаю, не то чтобы дед, и он был вроде как, не знаю, ключиком к прошлому. Глядя на него, я вспоминал детство бабулю мою, как мы с ней болтали, смеялись. В то время все было хорошо, понимаешь? И Эндрю был вроде как последний тому свидетель. Ладно. Блин, ну... Давайте тогда выберем у каждого свой предел. Люди умирают, надо жить пока живой. Давайте первое. Мендес просто нихера не знает о жизни. Предел есть у всех, и даже у него. Просто он к нему еще не подобрался. А если он прав? Может, я и правда мямля, слабак, сопля. Вживает ведь сильнейший. Это нормально, горевать о потере. Легко терять то, что тебе недорого. Наверное. Хорошо поговорили, но... Мне надо побыть одному и подумать об этом. Конечно. Береги себя. Блин, интересно, а можно ли как-то это все изменить? Ладно, я свалю. Давайте с ними поговорим. А, это ты? Ну что там, Барри? Перестал сопли на кулак наматывать? Мендес, ты задрал уже! А Барри вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего, почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Мы поговорили. Держится вроде, но очень подавлен. И явно у него проблемы с Мендесом. Чего? А в глаза он мне это сказать не мог? Он терпеть не мог свою работу, и ему было не с кем об этом поговорить. Он сказал, что вы даже не пытались его понять. Ну что, правая была? Ой, да ладно. Барри просто любит истерику закатить. Надо его встряхнуть как следует, чтобы мозги на место встали. Ну, посмотрим. Нужно будет к нему заглянуть. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Еще 200. Да у меня я дороже зарабатывал, чем то есть у Хер. Вот на Барри через несколько часов. Давайте поставим еще. Не, не как. Блин, показывает, что он внутри. Давайте еще, короче, подожди. До полуночи. Давайте, короче, к себе заскочим и поспим немного. Вашей души. Ну не открыто. Открывай. Что я спрячу? Дубинку ставлю, кота не пропрячу. А, хренецник. Может, поприняйся мне? О, лечь спать. Давайте поспим немного. О, навестить Барри. Персонаж. О, броня. Здоровье. Секунду. Фактическое попадание. Критический урон. Трикошета. Урон в ближнем бою. Урон от скриптов. Так. Размер компенсации урона 79%. Вероятность компенсации урона 10%. Ой, блин. Ладно. Ну, таково я, конечно. Нали, короче. Ёбана. Парень. Ну ты, козёл. Я же не хотел. Ну ты, прости меня. Прости. Мендес. Поздно уже. Он тебя не слышит. Ты был сильный, Барри. Железный ты был. Слышишь меня? Сукин ты сын. Прости меня. Я не хотел. Правда. Прости. Новый, блядь, даёте. Что произошло, блин? Лё. Можно хотеть. Паск. Даже не помню, как квест называется. Ай. Ладно. Ну, типа. Типа. Давайте, короче, всё-таки. Виктору бабки отдадим, что мы. Всё-таки. С ним дружу. Всё такое. У нас. Выручил, короче. А, да. Вернуть. А, стоп. Я когда сплю, мне экспо капает. Ну, смотрите. Ну что, поговорим о том, что... Да, моя тачка. Как раз. Как новая. Мы с вами едем, да. Реперрор. Как так можно вообще отправлять? Ну что, они, да. Какая, да. Да. Ну что, давай. я видел на улице странную картинку вроде по твоей части как она выглядела я сделал кадр вот смотри старший аркан высшие силы явили тебе знак какой аркан это что вообще карта таро архетип знания представленная форме символа обозначение этапа твоей жизни выбирай то есть ты думаешь что это высшие силы говорят со мной через карты таро с тобой или с сильверхендом может с обоими раз у вас сложился такой гармоничный дуэт да высшим силам неплохо бы выражать свои мысли яснее мир подобен лабиринту иллюзий свет с трудом пробивается в темницу нашего земного существования ну блять зашибись и что мне делать с этим непонятным знаком от непостижимой мне высшей силы попробуй поискать другие знаки карты таро описывают путь следую ему но найду я их а дальше то что с ними делать ищи другие изображения должна быть какая-то связь теми местами где ты их находишь подумай о том что видишь они наверняка посланы тебе в помощь в твоих поисках правды честно говоря правда в моем списке приоритетов первое с конце тебя ждут сложные испытания однажды придется выбрать какой дорогой идти дальше тогда ты поймешь ну не знаю возвращайся если еще что-нибудь найдешь а я помогу расшифровать окей нашу карту таро собирать той стороны я наконец-то наскрыл денег чтобы вернуть тебе долго ты придержи пока они тебе нужны больше чем мне нет вик с собой в могилу я их не заберу возьми и спасибо что столько для меня сделал не получая взамен не не для того и нужны друзья слушай ты не смейся только я городе видел кое-что странное ну типа рисунки на стенах но только не настоящие но бывает кироши глючат а выглянул не не это не глюк рисунки слишком сложные они типа как символы ну значит проблема в биочипе мозг не справляется с объемом данных вот и глючат либо данные ебашит прямо в кору с этим можно что-нибудь сделать я ну разве что как-то избавиться от биочипа и все ладно валим отцу и тут это паскуда и отлаз бляха я туда не достреливаю задолбала почему я должен сам все покупать на крыше наверно там что по лифте с какой-то еще они есть смотри крыша у я тут полутаемся и где там из о ну типа сел еще нет валим отцу и идем короче не только только не в посмертии мы с вами дамы пойдем ну ладно ладно пойдем в посмертии поболтаем короче так уж и быть и этот пойдем дальше крючку с ты делать мы уже только карты таро остались а и и и и и Синкетическое мясо для натуральной энергии. Попробуем. Нельзя забывать, что корпорации крупнейшие налогоплательщики найти. За прошлый год они принесли... Ну, рядом прошли, нашли что-то. Пусть будет. Давай нам. Стоп, у меня, короче, так, смотрим. Главное задание. Потеряно? Позвоните мистеру Хэнсу. А, стоп, 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 давайте. Мы пойдем. Блин, если на перепутье, то мы пойдем, ЖЖП. Ой, блин, короче, другой. Не, 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 потерянный рай, потерянный райбом, поэтому идти. Ви, как жизнь? Мне нужно связаться с вудуистами, с их боссом. Поможешь? Так-так, значит, заходим сразу с козырей. Хм. Босс вудуистов, мама решит, и связаться с ней будет тяжеловато. А мне казалось, ты можешь договориться о чем угодно. Ха! Примерно так говорила моя третья жена, когда ей хотелось новую сумочку. Я так понял, ты с ними не работаешь. Уж точно не со жрецами, боссами и кто там еще у них. Они там все такие важные, что со мной даже разговаривать не будут. Если хочешь, я могу поспрашивать, поискать для тебя что-нибудь. Только сначала уточни детали. У меня то, что они ищут. Неужели? Ты хочешь что-то загнать вудуистам? Поверь мне на слово, им от нас ничего не надо. Они живут в своем мире, со своими контактами, сетями и технологиями. Но, как знаешь, я посмотрю, что можно сделать и перезвоню. Ага, заняться делами. Ладно. Точно сюда не пойдем. Так. Так, Амуро, ты тоже отпадаешь. Смотрим. Передвигаемся ближе к центру. На Киберпсихоз. Киберпсихоз. Это здесь что-нибудь? Ну, ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, ну-ка, сейчас посмотрим. Киберпсихоза, но у меня нет доказательств. Если получится, возьми его живым. И не забываем. Осторожно. Это что за херня? Смотри, он отхилился. И свалил. Ну, ладно. Так, ну что, погнали дальше. Дальше, где он там? Я тебя не боюсь. Не, пусть сами разбираются. Дальше, где он там? И не забывайте. не знаю убили его наверно я живу а не стоит вымогать если тебе так важно туда попасть сегодня твой счастливый день тебе что-то подвернулась ну как я и говорил что им не попытаешься втюхать они это в гробу видали зато у них появился один заказ вот я и предложил тебе сделай все хорошо и удостоишься аудиенции убрежит ладно а с кем и как мне связаться найди часовню на слоун и подойти к алтарю до тебя дотронуться или кивнул тебе что-нибудь такое понятно спасибо но я погиб видимо аура убийства повлияло и на меня не я убивал убили тире на и когти они могут всякую фигню короче читать ох тебе да было с ними разобраться потом короче с этим драться послушайте я музычку пока что и 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 как и и и или где? в пассивику, да, да? 20 часов. Не, можно тут близко. Да, постепенные сады. Я думаю, в следующий раз, когда будем проходить. Мы с вами идем по этому, по-моему, 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 постреляться. Внимание всем патрульным нарядам. Нужно подкрепление в городской центр. Вас понял, едем. Какие планы на вечер, диспетчер? Меня слышно? Блин, как всегда. Всем патрульным. Подозреваемый все еще в районе. Нам есть. Блэп. 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 Трудно обрести покой, если тебя все время сторожит демон. Созерцание, подобно мгновению покоя в эпицентре урагана. Ты растворяешься. Ничто не связывает тебя с миром. Ты теряешь связь с собой. Тебе нужно очиститься. Восстановить равновесие. Я помогу тебе. Садись. Ладно, я слушаю. В городе ты теряешь связь с природой. Металл, бетонные ущелья, неоновый свет. Грязь и тяжесть города душат тебя. Ну да, с дзеном тут не очень. Иногда нужно замереть, чтобы восстановить связь с самим собой. Все, что тебе нужно, уже у тебя в душе. Нужно лишь знать, где искать. Ты готов? Чего бы не попробовать. Я дам тебе брейнданс с медитацией для освобождения сознания. Просто так? Заплати столько, сколько посчитаешь нужным. Вот этого хватит. Хорошо. Основы медитации лучше осваивать под руководством наставника. Приступим. Я буду твоим проводником. Ну, давай. Эта медитация посвящена стихии Земли. Дух природы, мать Земля, приветствую тебя. Мы с тобой одной крови, мы с тобой едины. О, мать Земля, ты создала меня. Меня и других живых существ. Очисти тело мое и дух мой от боли и болезней, от скверных и дурных энергий, принесенных токсичными людьми, мирами и измерениями. Даруй мне волю. Мы идем по земле, по зеленому луку. Мы снимаем обувь и ступаем босыми ногами. В нашем сердце мы идем по земле. Бабочка садит. Мы вбираем в сем... Благодарим тебя, мать Земля, разум. Ты не смотрел, а? Света. А, ты где? Да, уж классный трюк. Странный тип. Ладно, короче, похер шоу, и там погнали, короче, в сюжетке. Да, я в часовне. Ладно уж. Интереснее. Да и балл на 144 доллара. Да и балл на 14-м, и балл на 14-м, и балл на 14-м. Ну, типа такого. Пошли загреться, но мы быстрее. Продолжение следует... В nel Вот. Я, конечно, хотел бы, чтобы вы сделали ремонт. А то, что вы делали ремонт. А то, что вы делали ремонт. Отшел бы и поиск. Если и сейчас так. Удачи в поиск. Удачи в себя. Эй. Ага. Ну, чтобы с того, что у нас случилось. Ну, типа, получилось как снял. Получится. Это хорошо. Ладно, не пора. Второй уже печатал. Связь. Да. Народ. Эй. А, я, конечно, так не принял. Не свадости не прошел. Ну, а первое, так будет, как надо. Первое, так будет. Блин. Первое, так будет. Не знаю, какой он. Я, на самом деле, с первой части. В 2007 году он был удачем в диске. Кентарно. Ну что? Секунду. Добро пожаловать в Пасифику, Ви. Оперативно. Я только прибыл. Это бизнес. Надо быть на связи. Короче. И в 2007 году это был кайф. Я, по-моему, дошел до болот. Да. 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 Ну, просто... Мгг. Ну, то он сказал. музыка и луки, вот покер на косях, просто что-то щеное. Это реально было, ну, такая атмосферная группа, да? Там, ну, кардинально было, отличалось, короче, управление. Я бы радостью был в демейке, очень перепрошу. Слышал, что уходит, слышал, как собирался сделать демейк, с вами. Вторая часть, вторая часть, это что-то средняя международная промежуточность. Ну, только неплохая, но в основном, не третий так. Третий не так. Балзану Шукавка, верно. Реально, первая, короче. Станги я нахлынула, на ли, короче. ТВ, мы тебя ждали. Это ты, заказчик? Мне, наконец, расскажут, что надо делать? Я просто посредник. Ты узнаешь все. Скоро. Мне нужна Брижит, она где-то здесь? Нет. Иди в торговый центр у перекрестка. Там внутри будет мясная лавка. Найди Пласида. Он тебе все расскажет. Сейчас мы в доме, не застегلcerfang. А почему тебе звонишь этот дед? М Kapu? Капочки? Да, с него мне спасибо, не застегл Maurité Балифар. Интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 там сидеть. В самом центре пасифики, без прикрытия, без связи. Это ваша территория. Сюда даже копы не суются. Может, вас пытаются обмануть? Спровоцировать на глупость. Они оттуда не выходят. Сколько примерно их там? Тридцать. Может, больше. Венина, нам сюда. Ты сиди. Как насчет Брижит? Потом. Сначала заказ. Эй! Ты что творишь? Ну, хоть кто-то не будет тебе по ушам ездить. А что вы своих в гимне пошлете? Не наш метод. И как же вы справляетесь? Чаще хорошо, чем плохо. Виктор, твой хромовый шаман? Это вообще важно? Или ты пытаешься меня запугать? Я тебя проверяю. Надо знать. Этот чип. У него нет сигнатуры. Для чего он? Из-за него я и здесь. Мне надо показать, этот чип Брижит. А ты не знаешь, что на нем? А что, должен? Он же все равно уже сломан. Я получил пулю, чип перестал работать. Вот как. Ты ни разу не спросил ни про опыт, ни что я умею делать. Мы не корпорация, карьеру не предлагаем. Ты выполнишь для нас только одну задачу. Ну, что скажешь? Я гожусь для работы? Угу. Кам'юнет. 20.35. 07. Три секунды раньше. Бум. Мы хотим знать, откуда кам'юнет приехал. Фургон явно сделан на заказ. Мы и сами догадались. Эй, я просто пытаюсь сопоставить факты. Навороченный фургон. У качков таких не водится. Его хорошо стерегут. Что бы там ни было, это важно. Расид. Батман Келли, я не могу. Я не могу. Сделаем перерыв. Там нужна твоя помощь. Они справятся. Ты молчи. Животные тут ни при чем. Они просто охранники. Их наняли. Кто-то с полным фургоном нейтронерских приблуд. И мне надо узнать, кто это? Угу. Начни с кам'юнет. Не светись. Просто смотри, что происходит. Я подключил тебя к резу Агве на нашей сети. Что? Зачем? Через Агве я буду слышать то, что ты слышишь и видеть то, что ты видишь. Я проведу тебя через гимн. И еще один голос в башке. То, что Рипер прописал. Мы знаем, кто этот раннер? Что ему надо? Надеюсь, ты узнаешь. Следить за мной будешь? Вот оно. Доверие. Ладно. Что еще мне нужно знать? У Мола стоят наши. Они скажут, как попасть внутрь. Да, у меня плако. И сколько я за это получу? Как будем рассчитываться? Хэн сказал, денег тебе не надо. Как я понял, у тебя проблема. Закончишь с гимном, Брежит решит ее. Условия изменились. Теперь мне надо работать мишенью на территории врага. Так что мои ставки повышаются. Посмотрим. Не обещаю. Ну ладно. Если я все сделаю, ты точно приведешь меня к Брежит? Да. Соктий в конце коридора. На лифте вниз. Наши тебя пропустят. Мы закончили. Сейчас разговариваем. Отбили. Слушаю. Что? Проверяю соединение. Хорошо слышно? Угу. Вроде да. Че, не могу. Поверяю. Да, блин. Поверяю. Могу-то не могу. Поверяю. 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 Эй, тем cuidado! Моя мое... Моя мое... Моя мое... Моя мое... Температура проверяется, это 98.7, телоизоляция. Ты у меня уже в печенках сидишь! Хочешь разбиться? Сначала сделай работу. Это мои люди. Поговори с ними. Это мои люди. Поговори с ними. Поговори с ними. ТВ? Где вход? Мне сказали, вы знаете. Да, в гараже. Сзади. Только тсс, тихо, ладно? Что-нибудь интересное происходило? Нет, пока мы здесь. Все тихо. Кто входил, выходил. Ну, они выбрались за едой один раз. Шевелись. Ну... Дальше много не бывает. Тихо. 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 Что? Аars! Тихо. Ты у тебя кишки чрезвычайлу вытянула! Ах, 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 ах. Ах, 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 ах. Ах, ах. Ах, ах, ах. Ах, ах. Ах, ах. 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 Ах, ах. 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 Артем. Главный Адриум, поищите для нас. Главный Адриум, заходи! Главный Адриум, заходи! Выходи, поиграем! Выходи, поиграем! Выходи, поиграем! Выходи, поиграем! Выходи, поиграем! 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 Главный Адриум, заходи! Блять, нет. О, мой го. Нельзя. Ну ладно, пишем. О, мой, поднялся. Ой, не слабакал. Ой, не слабакал. Ах! Перед кольцо! Бам, бам, бам! О, мой, бам! Нам тут всем пиз... Куда они были? О, круче. Адильдан! Чувствовала. Играет музыка. Адильдан! Играет музыка. Бл***! Вот и что надо делать. Гласит, что там происходит? Тебе ломится радар, я им займусь. Не отвлекайся. Думаю, с нее хватит. Хуй, ясен. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Адильдан! Что там за валда? Что там за валда? Играет музыка. россия очень много вести значительно снижается и позволяет ускоряться совершать рывки при каждом ударе расходу третийную долю запаса выносливости наносит большой урон если берете в руки могут соскучься опустись потому что кровь будут лицами и вот так они там описали динутации это что а спускайся сверху не длечит я вижу фургон я вижу фургон Моя кури Если ты убиваешь, убивай по одному А я не знал Массам Если не было И может подойти впритык Я пенсую, то это очень хороший повод Взять свои пенсулы Расстреливать Не ставлю их в общем А, ну и еще сюда Массам 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 Вашим раз уж и ты это видишь скажи на что я смотрю потоки данных в пасифике они ищут аквы кто эти они дозор они ведут на нас охоту что именно им нужно внутренней базы данных если наш лед треснет они возьмут все аквы и всю сеть мы вернемся в темный век партмоса все так плохо не знаю сколько они данных собрали моих карта не закончена они еще подтверждают источники ладно в чем моя задача добраться до агента его легко найти смотри на карту он в кинотеатре уходи это не твоя война что платит что он нас отрезал отбросил он знает что ты здесь найди его ты не можешь через сеть его сжечь он же подключен к фургону не могу пробить защиту поэтому тебе надо добраться до него самого а что делать когда я его найду я скажу агент хочет тебя отрезать за камню на дверь я ее открою сейчас мы как черт разберемся с этим сетевым дотвором так и так мы должны были сюда пойти короче пришли сюда раньше подключись к нему нужны их данные ясно сначала гласит тихо тише тише это чё что ж теперь он нам не помешает я оборвал связь с остальной пасификой выиграл немного времени решать сначала ты хотел меня обнулить а теперь поговорить решил ну какой обнулить просто отпугнуть но я тебя недооценил много болтаешь много болтаешь я хотела я хотела мы и и и и и и и ты жив сейчас минуту назад ты был как он спасибо мне уже лучше что случилось что не видишь вудуисты тебя наебали ты чуть не сдох они сразу хотели пустить тебя в расход вот тебе и благодарность за помощь я этого дерьма так не оставлю аминь брат идем в бате расставим все точки над и надеюсь их главный амбал любит сюрпризы ну все и здание этим все и он собирал и не вся строительный цвет 7 как всегда харпот я вам хочу фейш и лодка и и и и и и и и и О, а ну-ка. О, ё-о, не. Точно не. Не, ну-ка нужно сдать, блин. Фляпа, конечно. Ему. Ха-ха, валья. О. 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 Теперь с ними погнали, короче. О. 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 Хочешь поговорить с Пласидом? Ты же этого хочешь? А то я могу отвезти. Я сам его найду. А, окей. Пласид, у нас есть проблемы. Он всегда жив. Я не знаю, как он. Он как зомби. Он виноват в Куньала. Что? Обосрали, да? Я могу, блин. У вас проблемы. Хотя, вот, отлично. У меня. У вас реально проблемы. У вас реально проблемы. Чарость! Бойня! Рук! Отдай себе! Это? Слушай, курьер зато. Я в новый домик. Ты как? Иди. Теперь Плассит будет наверху. Я думал, ты все. Девушки отдыхают. Держи меня за идиоты. Ты вышел на поле боя. В тебя попали. Вот и все. Я должен был вытащить своих. Они для меня важнее всего. Мы пытались спасти тебя, но Мослий, он сильнее, чем мы думали. Ты гонишь. Что ты будешь делать дальше? Хасэ, надо уходить отсюда. Это еще не конец. Дозор вернется. Ты же не возьмешь его с собой в крипту. Он же Аньон. Таких сотни. Ты видела сканы? Да, видела. Ты, наверное, Брижит. Сложно было тебя найти. У тебя ко мне дело. Получается, ты знаешь про Биачип. Да, и мы должны его проверить. Много узнала из моих сканов? Уж точно больше, чем Пласид. Ты узнала Биачип, потому что сама искала его раньше. Нужна проверка. Ты выжил, значит, удар принял конструкт. С Пласидом мы, честно говоря, не сработались. Я терпеть не могу, когда от меня что-то скрывают. Да еще это его злобное бормотание. Меня уже трясти от него начало. Да и, кстати, что значит Раньон? Я все объясню, но сначала посмотрим, в каком состоянии Биачип. Если с ним все в порядке, мы дадим хорошую цену. Я дам вам доступ. Чем быстрее заберете чип, тем лучше. Да. У меня с ним проблемы еще со времен Кампеки. Пока я не нашел никого, кто мог бы вытащить его и не превратить мой мозг в собли. Вы заказали его выкрасть, значит, много о нем знаете. Должны знать. Откуда ты это знаешь? Как ты нас нашел? Эвелин Паркер. Знаешь такую? А, кукла. Шлюха. Ты нашел нас, потому что она тебя к нам привела. Хоть на что-то эта девка в итоге сгодилась. Так вы можете мне помочь или нет? Можем, конечно. Только не здесь, а в крипте. Нужен доступ к Биачипу. Нас интересуют данные. Потом мы займемся тобой. Я вроде бы и так достаточно для вас сделал. Другого способа нет. Чтобы достать Биачип, надо его осмотреть. Иначе вы ничего не получите, если облажаетесь. Я дала слово. Мы тебе поможем. Тогда ты первая. Надо же, вы так любите это место. Хотя, если честно, со стороны вы не похожи на набожных. Богов мы оставили на Гаите. Теперь мы справляемся без них. Сюда. А как так вышло, что Пласид не знает о Биачипе? Он ничего не понял по сканам. Немногие знали о налете на Кампеке. Пласид не знал он. И он до тебя. Что-то интересно. Куда мы идем? Скоро увидишь. Дозорный не заметил, что у тебя Биачип. Сюда. Я не дал ему времени. Это осложнило бы работу. Это бывший туннель метро? Нет. Часть межконтинентальной маглевной системы. Все штаты были соединены. И система, и сеть распались после войны. Все штаты были соединены. Ну как, как ты? Если бы ты знал, что можно встретить в сети, не пытался бы спорить. Чем это отличается от простого нетранинга? Интерфейс показывает слои данных прямо из сети. Их можно считывать. Обычные нетранеры видят только карту. Им недоступно то, что под поверхностью. Оборудование слабовато. Так, так, секунду. Сначала объясни, зачем вам понадобился Сильверхенд. Мы хотим связаться с Альт Каннингем. Она была близка с Сильверхендом. Альт. Чип, который хранила Аросака, единственный путь к ней. Альт Каннингем. Слышал о ней. Да? Где? От кого? Джонни про нее рассказывал. Правда, немного. Джонни? Думаю, самое время ей сказать. О чем сказать? О нас. Конструкт активен. И мы с Джонни можем болтать время от времени. Угу. На это мы тоже посмотрим. Ты мне не веришь? Думаешь, я разговариваю с вымышленным другом? Мало известно о том, как энграмы взаимодействуют с нейронной сетью человека. А вот мне известно. Для человека это добром не кончается. А как вы хотите связаться с Альт? Мы выделим с биочипа уникальную часть энграммы Сильверхенда. Альт ее узнает. Если годы за черным заслоном сохранили в ней что-то человеческое, она ответит. Эй, эй, ты не говорила, что нужно будет штурмовать черный заслон. Только что сказала. Дирекционер коннекти. Коннекционер стаб. Слушай, можешь рассказать, чего вы хотите от Альт? Только она одна знает безопасный путь за черный заслон. Когда придут перемены, мы хотим быть с победителями. Перемены? Когда создали черный заслон, все думали, что этого хватит. Что лед отпугнет диких искинов. Но прогресс идет, его не остановить. Скоро катастрофа повторится. Обязательно. И очень скоро. Корпорации даже не замечают опасности. Но мы... Мы будем готовы. Что вообще такое черный заслон? Я знаю, что... Ты знаешь, что говорит сетевой дозор. Последний бастион против искинов после войны. Победа человечества над хаосом. Узнаю субботнюю рекламу дозора. Только черный заслон тоже искин. Условия его работы не пропускать ничего с обеих сторон. Если бы искины думали, как люди его бы сочли предателем. Дженни, похоже, ты будешь приманкой. Тебя это устраивает? Да мне похуй. Делай, что говорят. О, нет. Только не ванна. Мы должны подготовить тебя к прыжку в сеть. Ты не привык к таким перегрузкам. Не выпендривайся, Ви. Делай, что она говорит. Я не хочу, чтобы меня замкнуло. Можем работать. Можем работать. Можем работать. Можем работать. Можем работать. Можем работать. Тут все такое. Живое. Настоящее. Киберпространство все время движется, меняется. Интерфейс подстраивает поток данных под возможности твоего мозга. Но ты... Ты совсем особый случай. Ты сейчас видишь больше, чем я? Да. Киберпространство всегда такое. Тро бе. Ладно. Что теперь? Можно начинать. Все готово. Мы усилили твою связь с нейронной сетью Сильверхенда, чтобы взять фрагмент конструкта. Нам нужны данные о Бальд. Только о ней. Это займет всего. Режим. Что происходит? Режим. 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 это было классно да даже жаль что у нас ничего не выйдет то есть просто покурить после секса уже не в кайф надо непременно выкопать топор войны все кончено джонни я просто не смогла исчезнуть ни слова не сказав так не исчезай я ведь всегда с удовольствием тебя трахну если не будет других желающих видишь сегодня тебе повезло тебе вот обязательно вести себя как скотина джонни чего тебе сегодня так накрыло не только сегодня мне казалось творческие люди должны улавливать намеки а тебе хоть бы что нормально же общались что тебе не нравится обижаешь подруга ты же знала на что подписываешь ладно бы ты был просто харизматичный самовлюбленный мудак джонни ладно бы ты гнался за своей мечтой как ненормальный я бы слова не сказала но но все это фикция как этот концерт как и ваш самурай это фальшивка обман зрения ты не рокер джонни просто прими это ты мог бы стоять на улице как эти несчастные торчки пускать пену изо рта и скандировать смерть арасаки понятно ты типа видишь меня насквозь ты знаешь о чем я но перед собой тоже притворяешься это у тебя офигенно выходит притворяться на сегодня я уже наебался под завязку так что можешь выметаться знаешь мне казалось что это нечто большее что у нас отношения такие что можно ебать мне мозг по каждому поводу тебе именно показалось ты куда у меня встреча сильверхэнд эй мощно выступил альт не надо хватит но сколько еще ты будешь дуть альт пойдем отсюда выпьешь с нами по капельке сильвер рокер в другой раз чумбы а если другого раза не будет а джонни не куда ты собраться вот джонни это получи видите как я классно стреляю а нет уйдите от меня джонни не трогайте меня джонни неплохо тебя отделали у нас там подует кей план ты были наносит ну давай подъем сколько лет сколько зим сколько недели две прошло как я тебя собирал я успел соскучиться не пизди я кому повторный осмотр назначил мог бы хоть позвонить тупорылый ты говнюк он мне как сын я уж вижу ну и что там со мной я всунул тебе в жопу столько трубок что там теперь чисто коктейль бар можно открывать еще пришил синтетическую печень а то твоя выглядела как бумажный пакет с говном супер теперь буду жить вечно практически а где альт какая альт она была со мной он привез только тебя сука ее забрали и что никто не видел спасителя своего спроси говорит его зовут томпсон это был ты в уотсоне надо поговорить так ладно на соплях но держится посиди тут хотя бы пару часов а то швы разойдутся к херам джонни а в пизду все равно не послушаешь рассказывай они приехали за ней ты просто был рядом а ты стояла задумчиво дрочил из-за угла размышляя смысле жизни если бы я вмешался нас бы покромсали обоих скорость реакции у парня заметил не успел скорее всего такие запчасти как у него на дороге не валяются так чего ты хочешь зачем ты меня вытащил откуда такой альтруизм ищешь материал для своей газетки нет материал у меня уже был только его запихнули в фургон и увезли черт знает куда ты будешь с этим что-то делать она вроде твоя девушка не твое собачье дело сам не уверен я слышал что не все гладко в датском королевстве мне так-то не интересны ваши сердечные драмы я хочу знать зачем ее забрала арасака думаю альт случайная жертва на самом деле им нужен я ты вообще знаешь кем она работает она чуть ли не лучший нетранер в городе ну и таких дохера арасаку может интересовать только то что ее ебет джонни сильверхэнд она работала на айти с делала для них очень хороший черный лед такой что не раскулешь во всех смыслах арасака охотилась на нее обычная межкорпоративная разборка погоди-ка альт хотела встретиться с тобой просила чтобы я и помог были причины корпораты давно за не охотились до этого она как-то уходила от их клинков то есть она боялась и пошла к тебе а я начинаю понимать почему окей и чего они хотят слово душегуб тебе о чем-нибудь говорит конечно не у каждой городской легенды такое хуёвое название это не легенда душегуб существует и твои чумбы из арасаки уже взяли на работу его создательницу ты только представь что арасака будет творить с душегубом подумать страшно ты понимаешь о чем я рокер они нагнут нас все остальное расскажешь по дороге ты мне не веришь история стара как мир арасака хотела меня спровоцировать у нее получилось ну а ты чё пойдешь со мной куда в арасака тауэр отбивать альт вдвоем тебя так сильно об асфальт приложили а пойдем сможешь посмотреть из-за угла все как ты любишь я буду в машине только давай быстрее подождешь сколько надо где бестия наверху сядь не рыпайся по аналии искать бестию это безнадежно мир летит в чертях у меня тут счет с твоим автографом сегодня тебе повезло большое спасибо выпьешь давай как обычно ты видел бестию она наверху а я слышал вы уже не это ты ослышался ебаный в рот джонни можешь помочь ты же вроде со мной не разговариваешь да ладно сейчас вот разговариваю что теперь а теперь можешь идти нахер ты видела с кем он разговаривает не работает мне нужно имя и все бестия тоже там да но понял понял закрытая встреча да я только спросить не ссы я тебя не знаю это не проблема главное что все знают джонни сильверхэнда нужна твоя помощь мы ждем клиента который не хочет светиться а настолько что решил не приходить тогда и нам нечего тут сидеть у меня тоже есть для вас заказ срочный но я заплачу сколько не лезь это не твое дело мое рокер готов раскошелиться ты что не видишь нет у него никакого заказа он пришел по издеваться в прошлый раз в этот раз будь умнее и возьми деньги вперед ну так сколько рокер дело связано с арасакой я пойму если вы не возьметесь хотел заинтересовать получилось если ты хотел получить скидку для друзей это не ко мне да ладно вы же только ищете повода устроить махач с корпоратами так то да только не задаром такие приколы только для рокеров я плачу по двойной ставке по тройной и сам идешь с нами если она тебе не доверяет то и я тоже по рукам хорошо срочный заказ говоришь джонни ты что не видел что тебя пасли мистер сильверхенд пойдешь с нами да без проблем сейчас допью ты все так же популярен боец убит бля надо было не убегать ладно давайте поаккуратней мы закончим эту можно сказать сюжетку для контрольной точки можно сказать заблокировано поехали вниз чёрт вот это я одобряю вертолёт серьезно кого ты на этот раз выбесил джонни ой вот вот так а ты стреляй стреляй я сейчас надо убираться реализовать цель изи быстро на на сколько тебе еще ждать я тут немного занят снизу их будет еще больше поверь мне мы парканулись снаружи ты с нами меня Томпсон ждет в машине кто журналист ты не знаешь это было круто что я возник у ого я видела прото отлично один остался хорошо скорей а в эту сторону она я думаю я по валим отсюда ну давай так за нами хвост арасака если попадут по машине нам пизда а вот это было неплохо ну ну что дальше их надо скинуть справа переулок верни ну что держишься боба у него блин пистолет ну вот кажется и все брошу где-нибудь машину и поболтаем так кого нам надо вытащить из арасаки нет раннершу из айтиэс альтканинг о понятно ее наверно отвезли в башню чем дальше тем лучше и что вы хотите делать у вас есть какой-то план да отвлечем их немного пошумимо я звоню нэнси она знает как собрать толпу сыграем у арасаки под самыми окнами отожжем так чтоб стекла повылетали этот концерт все запомнят этот концерт все запомнят количество человек пострадавших во время беспорядков по-прежнему остается неизвестно наши корреспонденты которые находятся рядом с арасака тауэр сходится в том что на площади было распылено психогенное вещество изменившее поведение людей неплохо ты что снимаешь все это да а что хочешь передать привет маме делай что хочешь только не мешайся давно знаешь этого томпсона ну нет а что такое не нравится он мне пресса всегда к неудаче чего а представь если его запись по закону подлости найдут запись где мы бегаем по арасака тауэр подумаем об этом когда выйдем отсюда и 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 никого не не должно быть где-то здесь турели осторожно хочешь поиграть со мной да ладно господи вот и все дай-ка я ах ты сука на ка теперь понимаю почему мы его взяли три два один идеаль а а а а а а а они фироси быстро так надо собраться подожди снимаем тех дебилов потом уберемся за этого дебилов они все не а а у он а и а и и и и и Вот это я одобряю. Продолжи через секунду. Посмотри, какой. Настоятельно рекомендую ей не мешать. Что ты сделал сальт? Я посадил ее работать над проектом всей жизни. Иди-ка ты к хуям. Эй, ты меня слышишь? Альт. Она... Альт. Нет, только не это. Сука! Джонни. Ты совсем охуел? Ты что, еще пишешь? Это все, что мы можем. Рассказы... Не изменишь. Она не... Прекрати уже! Убить его хочешь? Нам надо идти. Джонни! Она умерла. Да, мать. Ну, говори, а то лопнешь. Ты был эталонный мудак, на. Да. Тебе тогда не присвоили звание мудак года? Да ты, блядь, про что сейчас? Про Альт. Ты всегда так себя вел? Поговори еще тут про Альт. Ты чё, блядь, другой флэшбэк смотрел? Да и я ради нее разъебала Росака Тауэр. Интересно, зачем? Правда. Ты же ее, считай, послал. Сказал, что нахую ее вертел во всех возможных смыслах. Ты вообще слышал, что она мне говорила? Могла ведь просто уйти, но нет. Сперва по яйцам вдарила. Я просто пытаюсь разобраться. Ты пошел спасать ее, потому что все-таки ее любил? Или ты хотел отомстить? Или нашел предлог опять пойти на Арасак? Угадай. А ты никогда не думал, что она права? С чего бы? Она была та еще манипуляторша. Вот уж кто бы говорил. Это в каком еще смысле? Вспомни, каким ты был в двадцатых. Неужели ты ничего не понимаешь? Нет. У меня какое-то дежавю. Ты такой же идиот, как она. Почему тебе ебет, что было в две тысячи двадцатых? Потому что ты ее ищешь, чтобы попросить о помощи. И вообще, ты тут как бы не один. Мог рассказать и раньше про Альт. А что бы это изменило? Я не знал, как ее найти, и ты тоже. Ну, я бы узнал, кого мы ищем. Уже было бы попроще. Только как в итоге Альт нам поможет? По-моему, ее убили. Она не умерла. Она ушла. Сбежала. Ну, я же видел... Она ушла от них в сеть. Да ты гонишь. Я наслушался про гениальных нитранеров, сбежавших в большую прекрасную сеть. Не думал, что ты веришь в такую херню. Я не буду тебе ничего доказывать. Просто делай, что я говорю. Когда ты узнал? Альт вышла на связь немного позже. Ну и? Что сказала? Что ей не вырваться из сети Арасаки. Но они ей ничего не сделают. И вообще попросила больше ее не искать. Да? Что так? Она хотела, чтобы в этот раз я им все простил. Потому что и так уже много людей погибло зря. И что ты сделал? Для начала купил два термоядерных заряда. И вернулся в Арасака Тауэр. Думаешь, Альт еще жива? Пятьдесят лет прошло. И ты их провел в Микоши? Дозор уже давно мог ее выследить. О, они пытались. Корпоратские крысы ничего не могли сделать свободному ИИ, который знал, как думает человек. Пока они искали ее в Хрустальном дворце, она строила ебаный город духов для Кантао. И бестия пошла с тобой. Я хорошо ей платил. Ты же говорил, она лучшая. Она могла и отказаться. По какой такой причине она решила работать на рокера-суицидника? Мало того, который постоянно огребает от Арасаки. Видишь ли, тогда по-другому было. Наемники не продавались корпорациям. Достаточно было крикнуть, Ебем мать ей Арасаки, и все бы сразу обкончались от восторга. И бестия тоже. Вудуисты вроде бы знают, где она сейчас. За Черным заслоном. Там, где ее не достанут. Брижит ищет способ за него проникнуть. Просто чтобы найти Альт и поговорить с ней. Ты, наверное, не потянешь. Вот. Минуту. Для меня прошло явно больше минуты. Я увидел большой кусок жизни Джонни и Альт. Вероятно. Данные, которые были связаны с Альт, оставили яркий след в памяти конструкта. Очень яркий. И эти воспоминания вызвали сильную эмоциональную реакцию, которая спроецировалась на твое сознание. Да уж, эмоций было через край. В каком состоянии конструкта? По уцелевшим данным, Альт увидит, что он аутентичен. Что это вообще значит? Так что? У нас получилось? Да. Мы получили нужный фрагмент из энграма Сильверхэнда. Теперь все готово для связи с Альт. Сначала нам нужно пройти дальше. Туда, где уже нет границ. За Черный заслон. Не многие переходили на ту сторону. Никто не возвращался. Она будет первой. То есть, получается, вы понятия не имеете, что на той стороне? Мы скоро это узнаем. А вот тени, которые я вижу. Это дикие искины пытаются найти прохонд. Я выполнил свои обещания. Твоя очередь. Давай ты удалишь энграмму Джонни до того, как мы перейдем через эту стену. Мы не пойдем туда. Ты один перенесешь код на ту сторону. Блядь. Как я и не догадался. Похоже, ты изначально не собиралась мне помогать, да? Теперь это не имеет значения. Ты доведешь дело до конца. Видимо, выбор у меня небольшой. Алле. Ну, давай попробуем. Как мне перейти на ту сторону? Лежит. Альт. Джонни. Тебе нельзя здесь оставаться. Альт Каннинген. Альт? Что происходит? Здесь мы поговорим. Спокойно. Я сам с ней поговорю. Джонни. Ты прошла за черный заслон только, чтобы меня увидеть. Значит, все нормально? Ты не злишься? Я распознала код твоей энграммы, но мне неизвестно, зачем ты здесь. Хочу получить должок за то, что вытащил тебя из Арасака Тауэр. Ви – это Альт. Лучший нетранер в Найт Сити за всю его историю. Альт – это Ви. Ты должна спасти ему жизнь. Что ты сделала с Брижит? Она еще жива? Да. Но в данный момент она нам не нужна. Чего ты хочешь? Хм. Какую цену мне надо заполнить, чтобы ты меня спасла? Твою мать. Что я должен сделать, чтобы ты спасла мне жизнь? Пропагандисты Дозора делают успехи. Ты воспринимаешь меня как дьявола, с которым нужно подписать договор? Слушай, я просто пытаюсь выжить. Я не могу тебе помочь. Или не хочешь? Не могу. Чтобы это сделать, мне понадобится доступ к более сложным технологиям. А, ты же создала Душегуб. В смысле? Это же твоя программа. Ты и создала Душегуб. У программы, которую я создала, мало общего с тем, что потом сделала из нее Аросака. Ладно, что думаешь про Микоши? Там достаточно сложные технологии. Если бы у меня был доступ к Микоши, ее бы уже не существовало. Отлично. Тогда давай так. Мы пустим тебя в Микоши, а ты поможешь Ви. Согласна. Лучший в истории Нетранер Найт Сити не может сам пробраться в Микоши? Меня там слишком хорошо знают. Они поставили слой черного льда, на котором буквально написано мое имя. Прямо как арестантская роба, сшитая по заказу. Я сделаю все, чтобы не оказаться там снова. Так ты знаешь, как можно мне помочь? В Микоши я смогу создать твой конструкт с помощью Душегуба, а затем отделить твою нейронную сеть от сети Джонни. После этого я имплантирую твою энграмму обратно в тело. Погоди. То есть, чтобы меня спасти, надо сначала меня убить? Твое сознание, нейронные энграммы, будет записано в виде данных. Остальное перестанет существовать. Остальное? Душа. Те, кто назвал мою программу Душегубом, точно отразили суть того, как она действует. Сука, я даже слушать не хочу эту лабуду. Ви просто вернется в свое тело, правильно? Ничего не изменится. Все изменится. Ты это хорошо понимаешь. Ладно, план у нас есть. Как ты собираешься проникнуть в Микоши? Это не получилось даже у моих армий. Так в этом как раз и проблема. Ты создавала их в сети, а мы делаем ставку на человеческий фактор. Мы найдем людей и пробьем окно в Микоши. Джонни немного приукрашивает факты, если что. Я понимаю, ты ему не очень доверяешь, но даю слово, мы проложим для тебя безопасный путь в Микоши. У меня и у человеческого фактора есть что-то общее. Так мы договорились? Да, мы договорились. Найдите путь к Микоши, а я подготовлю программу, которая поможет вам перемещаться в их сети. Как с тобой связаться, когда будет готово? Вот адрес Борды. Мы будем общаться по защищенному каналу. А что в итоге с вудуистами? Они позволят вам уйти невредимыми. Это часть нашей сделки. Ты все-таки смог выжить. Без твоего участия, это точно. И без твоего участия. Я не советую принимать это на свой счет. Нам нужен был только конструкт Сильверхэнда. Тебе не повезло, ты впутался по воле случая. Поэтому вы решили меня кинуть? Так у вас дела делаются. Может мне стоит предупредить Альт? Ты еще смеешь меня поучать? Просто хотел отдать тебе должное. Вряд ли будет другой шанс. Хватит. Альт могла защитить тебя в сети, но сейчас ты на моей территории. Да, я как раз собирался уходить. Не, больше не будем никого гасить. Пусть будет на мир. Ну раз я всех их расхерачил. Ладно, народ сделан так. Сохранимся и закончим на этом месте. Круто было. Активно, так вообще жестко. Мне очень понравилось так. Следующий стрим у нас будет скорее всего по Балтерскейт. Продолжим там наводить кипиш. Увидимся уже, когда увидимся. Пока.